Продолжение следует... Я постараюсь рассказать о тех вещах, в отношении которых мы хоть что-то можем сделать. То есть провести некую профилактику, какие-то меры предосторожности предприятий. Ну и естественно, поскольку солнце, воздух и вода, это всегда прекрасно, это все замечательно. Даже нейросеть поняла, что я хотел от нее и получилась более-менее приемлемая картинка. И поэтому мы сейчас будем по очереди разбирать вот эти прекрасные, замечательные летние факторы и смотреть, чем они нам могут навредить при неумеренном или каком-то неосторожном обращении. Естественно, начинаем с солнца, само собой, да, потому что солнце это всегда хорошо, это всегда, но не всегда. Дело в том, что да, действительно, солнечный свет обеспечивает нашу планету жизнью, по сути, да, то есть никаких других вариантов у нас нет, получения энергии, и мы ее всю получаем из космоса. Да, как бы это странно не звучало, но по сути так и получается, мы ее, точнее не мы, конечно, растения ее конвертируют, потом все это по цепочке, по цепочке, и в итоге добирается до нас. Однако, не все так хорошо, потому что в солнечном спектре есть ионизирующее излучение. И вот это не очень хорошо, да, подавляющее большинство его отсеивается атмосферой, к счастью для нас. Но все-таки до поверхности Земли добираются как минимум две разновидности ультрафиолета А и Б. И да, Б, например, вполне себе обладает некоторой ионизирующей способностью, и именно с этим и связаны те эффекты, которые нам, мягко говоря, неприятны. Почему? По одной простой причине. Например, любят загорать люди. Это красиво считается. На самом деле ничего такого подобного. Вы заставляете организм защищаться. То есть загар – это защитная реакция нашего организма. И мало того, там включаются и воспалительные реакции, в том числе вырабатываются, например, внутренние специализированные эндорфины. То есть бета-эндорофин, вот, пожалуйста, он здесь вырабатывается в ответ на появление ультрафиолета в глубине нашего эпидермиса. То есть и обезболивание тоже происходит. Для чего? Вот именно для того, чтобы мы не умерли, скажем так, от последствий встречи с ультрафиолетом. Так что загар, конечно, красиво, но лучше не надо. Не зря вот эта аристократическая бледность, да, она всегда считалась аристократической. И только в наше время почему-то загар – это хорошо. Ничего хорошего, ровным счетом. То есть это нарушение целостности клеток, и это плюс идет защитная реакция. Да, есть огромное количество разнообразных видов кожи. И понятно, что чем ближе к экватору люди живут, тем она у них темнее. Это тоже приспособление и все остальное прочее. Об этом прекрасно написано, например, у Александров книги. Но есть и некоторые особенности, потому что люди с разными фототипами, они по-разному реагируют. Есть так называемый кельский фототип, то есть это когда вот прям рыжие волосы, прям белоснежная кожа, да. И чаще всего это действительно европейские люди. Они есть и в наших краях в том числе. И про них есть такой шутливый мем, да, «Ирландка загорает». Если что, она лежит. Там если очень сильно присмотреться, да, есть. Вот это примерно так происходит. И такие люди зачастую сгорают. То есть у них нет загара вот этого бронзового оттенка, очень приятного. Они сразу вареные, как раки. И в общем-то в этом ничего хорошего. Потому что действительно ультрафиолет за счет того, что он обладает достаточной энергией для разрушения химических связей, он приводит, например, к тому, что наши клетки с вами погибают под действием ультрафиолета. Причем не просто так. Видите, даже что части некодирующих микро-ННК, они в том числе являются такими своеобразными сигналами для остальных клеток, в клетках, которые вокруг погибшей, чтобы включать воспалительную реакцию. То есть здесь задействуется и каскад архидоновой кислоты, и все остальное прочее. То есть вот все, что мы знаем про воспаление. Именно здесь это и происходит. И получается так, что вот эти все защитные реакции вокруг погибших клеток в итоге и приводят к тому, что да, мы так облезаем. Это вот если мы облезли, значит мы неправильно вели себя на Солнце. То есть мы получили повреждение. Настолько значимое, что клетки были отторгнуты. Получается так. И да, что интересно, есть различные работы по ожогам, и там не всегда однозначные выводы. То есть приходилось встречать такую информацию, что, например, любой ожог солнечный, полученный, скажем, в детстве, удваивает риск меланомы. Но там не совсем такие корректные данные, я бы сказал, появились. Потому что чем вот дальше мы изучаем, тем большее количество самых различных, как город мы обследуем, тем мы понимаем, что, наверное, все-таки влияние есть, но оно не настолько значимое. Но все-таки лучше не обгорать. То есть вот так это примерно выглядит. Лучше, конечно, до этого не доводить. Как сориентироваться? А существует такой интересный показатель, называется ультрафиолетовый индекс. Причем, что интересно, у Всемирной организации здравоохранения по этому делу есть прям целое руководство специальное, относительно свежее, обновленное. То есть там все про это дело расписано. Я немножечко покажу, как действительно можно пользоваться. Причем ультрафиолетовый индекс на сегодня показывается во всех прогнозах погоды, которые есть онлайн. И в приложениях, и на сайтах. То есть всегда можно сориентироваться. Ну и понятно, если он, например, от 0 до 3, ну то есть 2,9, как последнее, до 3, не затрагивая тройку, то это низкий уровень и никакой особой специальной защиты не требуется. В том случае, если мы переходим за тройку, то он уже считается умеренным, не доходя шестерки. Примерно и здесь уже считается, что нам необходимо использовать некоторое количество защитного снаряжения в виде шляпы небольшой, в виде солнечных очков и в виде, скажем так, первой ступени защиты солнцезащитных средств. То есть даже вот такой вот вроде бы не сильно большой ультрафиолетовый индекс. На самом деле мы дошли ровно до половинки, то есть это экватор. Потому что туда дальше, где-то к 11, там прям совсем плохо. А вот здесь уже, если он ушел за шестерку и подходит к 8, здесь уже больше требуется одежда. То есть там только очки и шляпы, а здесь уже нужна закрытая одежда. И появляется ограничение активности, то есть желательно не появляться на солнце, между 10 и 16 часами. Причем, что интересно, для основной части широт на Земле примерно 11 часов считается таким пиковым. То есть 11-13, примерно так, с 11 до 13. Ну и на всякий случай еще захватывают и соседние периоды. Вот они считаются наиболее опасными в смысле солнечной активности. Переходим дальше. Тут уже, да, действительно, очень высокий. И здесь мы уже думаем, выходить ли нам на улицу с 10 до 14, до 16, все еще в этот же период. Желательно находиться дома. То есть не специальные какие-то средства защиты, не еще что-нибудь. А в этот период мы просто из дома не выходим. Но если вдруг выходим, да, то опять же целиком все. Там, не знаю, шляпа-палатка, что-то в этом роде должна быть прям очень хорошая защита. И, конечно, высокого уровня солнцезащитные средства. А вот если ультрафиолетовый индекс выше 11, все, то есть мы сидим дома. Потому что такая погода для нас, мягко говоря, опасна. И как понять, да, то есть какие есть города с самыми различными индексами. Ну, например, Сингапур. То, что находится у нас на экваторе. И посмотрите, какие среднемесячные ультрафиолетовые индексы. То есть там не то, что 11, там есть 13, например. Получается, что жить там нельзя, вроде бы. Но люди живут вполне себе, да, просто соблюдая определенные правила солнечной безопасности, во-первых. Ну, и, во-вторых, кожа там все-таки у людей достаточно, не, конечно, не африканская, но темная. Она позволяет защищаться. А нам в этом смысле повезло. У нас и ядовитых животных не особо много. У нас и ультрафиолетового индекса не очень много. Особенно в некоторых городах, где солнце вообще крайне редкое явление. Как видите, наш любимый Питер, у него все прекрасно. У нас есть как минимум 4 месяца со среднемесячным ультрафиолетовым индексом в ноле. Так что ничего страшного там не происходит, никакой специальной защиты не надо. Но, казалось бы, вот все, что я рассказывал, там какие-то умеренные, там выраженные, прочие, прочие, они в наших широтах не встретятся. Оказывается, не совсем так. Потому что мы можем немножко эту ситуацию модифицировать, куда-то поехав. Например, на горнолыжный курорт. И тут выясняется, что у снега и у льда есть прекрасная способность отражать существенную часть ультрафиолета. И получается, что человек и сверху его захватывает, и потом еще отраженной добавляет. В таких случаях нужно умножать полученный ультрафиолетовый индекс, который показывается в прогнозе погоди, на 2. Примерно то же самое нужно выполнять и в пустыне. Казалось бы, да, ну, песок, а он тоже отражает, потому что это настолько мельчайшие кристаллы, идеальные, да, очень красивые, с хорошей отражающей способностью. И когда гигантское количество, это, по сути, огромное зеркало. То же самое. В пустыне необходима дополнительная защита. И ультрафиолетовый индекс мы умножаем до 2. То есть, если было, например, 13, станет 26. То, как вы понимаете, именно поэтому в пустыне мало кто живет. Далее, вода. И чем ровнее зеркало, и чем оно больше, тем хуже. То есть, люди зачастую любят вот действительно вот так вот поплавать, но потом с них кожу можно просто чулком снимать. Это действительно так и есть, именно потому, что отражение идет и от воды. И нужно обязательно это учитывать, когда вы искупались, нужно еще и вытереться. То есть, зачем это делается? Не для того, что вы можете замерзнуть, там, простынуть или еще что-то в этом роде. Это все, конечно, рассказки. Вы получаете на своем теле огромное количество линз. То есть, не больших, но линз, которые преломляют солнечный свет и его фокусируют. И получается, что кожа, которая находится под каплями, она оказывается под ударом сфокусированного ультрафиолета. Может быть, вы целиком ожог не получите, но локальных точечных наберете довольно много. Так что да. Кстати, город в этом смысле ничуть не лучше. Потому что, если, например, большое количество бетона, это может быть, например, на таких вот площадках под скейтборды, либо еще на каких-то, вот просто бетонное зеркало. По сути, оно тоже прекрасно отражает. То есть, вот есть, как минимум, несколько ситуаций, когда ультрафиолетовый индекс из прогноза погоды надо увеличивать на два. И что получается, что да, действительно, и даже в городе, и даже в нашей средней полосе необходима дополнительная защита. То есть, и головные уборы, и солнечные очки, в том числе, и солнцезащитные средства, да, мы их берем, наносим на кожу, повторяем каждые два часа, и если искупались, то после купания тоже повторяем. В общем, это все необходимо. Без этого никак. Что важно? Что у нас есть универсальные средства лечения солнечного ожога под названием сметана. Такая замечательная вещь. Обязательно надо намазать так жирным слоем. Все прекрасно, но нет, нельзя ни в коем разе, да, потому что это жирное средство, оно с такой своеобразную пленку создаст, прониковываю, ничего хорошего. Поэтому просто охлаждение. Ну, если вам очень хочется что-нибудь человеку прям такое необычное сделать, ну, возьмите соду столовую, немножко разведите, и вот именно этим его, не то что спрыскиваете, а можно взять полотенце тоненькое, смочить, и вот ему на пораженной участке сверху закрыть. Если вдруг там образуются волдыри, то есть это вторая степень солнечного ожога, кстати, дальше не бывает, к счастью, обугливания на солнце не случается, то есть четвертой степени нет, но вторая регулярно, то есть до волдырей легко. Волдыри мы не вскрываем, можно накрыть гидрогелевой повязкой, или еще чем-нибудь в этом роде. И да, в том случае, если появляются какие-то дополнительные симптомы, то есть вот это все должно пройти само. Да, это будет больно, это будет неприятно, и все остальное прочее, но оно должно пройти само. Можно ли пользоваться, например, какими-то обезболивающими? Да, НПВС-ки можно использовать. Ну, не аспирин желательно, да, потому что у него все-таки кровосжижающий эффект такой довольно ощутимый, а какой-нибудь типу профен или что-нибудь из соседних групп парацетамол тот же, вполне можно. Что-то на вас работает, можно использовать. Но вот на саму кожу, в острый период в ожоговой, мы используем только противоожоговые средства, то есть гидрогелевые повязки, охлаждение, все остальное прочее. Никаких специальных там заливаний человека чем-нибудь не надо. Ни облепиховым маслом, ничем. Это все будет можно использовать потом. Острая стадия прошла, и вот да, чтобы потом ускорить какое-нибудь заживление или что-то в этом роде, пожалуйста. Там и декспонтанол можно, и вот все, что есть под руками, аллозоль и прочие-прочие вещи. Они вот для этой фазы подойдут. В острой фазе нет. Мы, в общем, помогаем только тем, что отводим лишнее тепло. Есть, например, Австралии, потому что там солнце невероятно активное, там огромная сковородка получается так. И есть вот такие специальные защитные костюмы. Потому что, когда вы наденете обычную кепку, у вас та же шея прекрасно обгорит. Да, и сгорит вот именно до волдырей, вплоть до этого. И для детей есть такие специальные костюмы, и для взрослых. При этом, что важно, то есть, когда вы выбираете защитную одежду, посмотрите на ткань, например. Если она прям совсем крупная и чистая, лучше не надевать, потому что, когда вы понимаете, ультрафиолет прекрасно через нее пройдет. А вот что-нибудь такое хлопковое, льняное, и да, вполне нормально. Бывают такие закрытые костюмы. Можно вполне надеть. Ничего страшного в этом нет. То есть, вы просто защищаете свою кожу от возможного вредного воздействия. Кому необходимы дополнительные осторожности, я бы сказал, в этом направлении. У кого есть какие-то новообразования на коже, то есть, это могут быть кератомы, например, перенесенные различные злокачественные новообразования кожи, невусы, пигментные пятна и все остальное прочее. То есть, когда кожа неравномерно окрашена, скажем так, а это, наверное, существенная часть населения. Поэтому, да, с солнцем в этом смысле нужно быть крайне осторожным. Но это еще не все. Поскольку, да, действительно, как я и сказал, ультрафиолет обладает достаточной энергией для разрушения химических связей. он может вроде бы безопасные, даже немножко полезные лекарства превращать в нечто ужасное. И сразу первый вопрос. Как вы считаете, борщевик ядовит? Кто считает, что он ядовит? Пожалуйста, поднимите руку. Ну, смелее, смелее. Ничего страшного. Ошибаться это нормально. Можно поднимать руку. Спасибо. Нет, он не ядовит. И поэтому его можно использовать в пищу в том числе. А что же происходит? Оказывается, борщевик – это прекрасная иллюстрация фотосенсибилизации. Если быть точнее, то фототоксической реакции. Каким образом? Дело в том, что вот вам, пожалуйста, следствие контакта с борщевиком. Например, как видите, до пяти недель потом проходит. Что такое? Что случается? Оказывается, да, действительно, под действием ультрафиолета некоторые молекулы разбиваются и превращаются во вторичные ранних снаряды. То есть, такие своеобразные химические осколки. Химически активные, что важно. И поэтому они могут наносить повреждения клеткам. То есть, не клетки напрямую гибнут. Ну да, у них тоже это есть. Плюс, изнутри ослабляется защита от ультрафиолета для некоторых клеток. И поэтому происходят такие локальные солнечные ожоги. То есть, вот эти ожоги борщевиком – это, по сути, ожоги солнцем. Просто те участки, на которые попал сок, и в которых содержались фуранокумарины, такие довольно интересные вещества, вот именно там и будет этот самый солнечный ожог. Кожа под этим действием, да, именно этого сока, она ослабла в смысле ультрафиолетовой защиты. К счастью, не так много населения по оценкам страдает от фотосенсибилизаторов. Примерно 1% населения Земли. А теперь прикиньте, да, сколько населения Земли и сколько десятков миллионов человек с этой проблемой сталкиваются. Так что, да, о ней нужно знать, ее нужно обязательно учитывать. Давайте посмотрим. Итак, как я и сказал, фотосенсибилизация может проявляться в виде двух реакций. Первая из них – фототоксическая. И это борщевик. Чаще всего молекула должна иметь либо двойную связь, либо ароматическое кольцо. Вот оно как раз поглощает энергию ультрафиолета, разлетается на запчасти и дальше полетело. То есть, прилетело в мембраны, разбило их на части, образовались у нас там перед этим еще активные формы кислорода, пошло перекисное окисление липидов, и вот этот весь каскад, который нам очень-очень не нравится, он запускается внутри нашей кожи в том числе. И итог – это разрушение клеток. То есть, ожог с повреждением клеток. Солнечный ожог. Вот примерно так это может выглядеть клинически. Девушка принимала препараты от Акне, которые назначены, хлортотерциклин. А это один из самых известных фототоксических компонентов. На него вот такая прекрасная и замечательная реакция. Тут, кстати, можно посмотреть, что она локальна. То есть, чуть выше кожа не задействована, а вот та, которая подвергалась инсоляции, она пострадала. Под одеждой никаких проблем не будет. Это как с борщевиком примерно. То есть, если на руку попал сок, и вы не дали на это место воздействовать солнцу, то все будет хорошо. Никакого ожога не будет, все прекрасно. Вы добежали до дома или еще до какого-то места. Потом все это аккуратно промыли, смыли. Все замечательно у вас впоследствии не будет. То же самое и здесь. Те участки кожи, которые подвергались инсоляции, при фототоксической реакции, они будут задействованы. К сожалению, так все остальные – нет. То есть, реакции на них не будет. Вторая реакция. А вот она гораздо интереснее. Потому что здесь уже не так важно, на какие участки кожи попал свет. Без разницы. Будет запущена фотоаллергическая реакция. К счастью, она встречается в десятки раз реже. Что происходит? Дело в том, что здесь молекула лекарственного вещества, она уже не является каким-то провокатором. Она нормальная, она хорошая. Но под действием ультрафиолета она соединяется с белком в нашем организме. То есть, у нас же белков огромное количество различных. И вот с каким-то белком она соединяется. В результате мы получаем иммуноген. То есть, вот это не было провокатором для аллергии. Они соединились, и мы получили этот самый иммуноген, который запустит уже аллергическую реакцию. Почему? Потому что это какой-то странный белок. Он неправильный. Он с какой-то модификацией. И на него, естественно, наша с вами иммунная система сделает стойку. Опять же, не у всех людей, естественно, склонных к таким реакциям. И вот здесь, например, вот такую прекрасную бабочку. Как вы видите, это было некое украшение. И локально под ней мы получили характерную сыпь. То есть, вот так будет примерно выглядеть фотоаллергическая реакция. Либо это может быть генерализованная сыпь. То есть, буквально там на мизинец попал солнечный свет. И запустилась эта реакция по всему организму. Вплоть до анафилактического шока. В том числе до отека квинки. До всего остального, что связано с вербьей. Так что вот так. Отличить их между собой в общем можно. Фототоксическая реакция развивается почти сразу. То есть, речь идет о часах максимум. А если мы говорим об аллергической. Здесь конкретно фотоаллергическая реакция. Это гиперчувствительность четвертого типа. Она медленная. Это может быть там до 72 часов. То есть, до трех суток после инсоляции. Чаще всего, да, поражение кожи при фототоксической реакции. Это тот участок, куда попал свет. При фотоаллергии без разницы куда. Как это будет выглядеть? Аллергия, соответственно, будет выглядеть как аллергическая. Фотоаллергический сыпь, естественно. А фототоксическая реакция, как солнечный ожог. Тоже очень сильно между собой отличаются. Ну и, само собой, и подходы к лечению будут принципиально разными. Фототоксическая реакция это воспаление. Значит, как мы лечим? Противовоспалительными средствами. То есть, и НПВС, например, и процетамол, и все остальное прочее. А если говорим о фотоаллергической реакции, то тут, конечно, помогут антигистаминные средства. Как местно, так и системно. И вот здесь сразу возникает вопрос. Подождите, а перечень есть? Ну вот, чтобы мы поняли, что вот такие лекарства не есть на солнце, а такие есть можно. Ну, в общем, начинаем. И вот тут самое интересное. Это просто очень короткая выборка. Я сейчас покажу три слайда с лекарствами. Это очень короткая выборка. И вот здесь плюсики, да? То есть, и то, и другое. То есть, например, тетрациклины вызывают и фотоаллергическую, и фототоксическую реакцию. И это касается очень многих препаратов. Из НПВС, например, кетопрофен. Либо известный нам ибупрофен. Он даст, может дать фототоксическую реакцию. То есть, тут масса засад. И это же еще не все. Статины, например, опять они и так, и так умеют. И многие другие препараты. То есть, их тут огромное количество. И вот тут самые интересные начинаются вещи. Оральные контрацептивы, например, дают фотоаллергическую реакцию. Параминобензойная кислота. Она может быть в куче косметики. В огромном количестве. И то, и другое. То есть, вот, пожалуйста, как минимум три слайда, да? Целиком забитые перечислением лекарств, которые могут давать такую реакцию. Это означает, что мы этот список не запомним. Естественно, да? И как нужно действовать? Все очень просто, да? Нужно ориентироваться. Ну, в первую очередь, конечно, на инструкцию. А во-вторых, на то, что это может быть не только лекарства. Это может быть и любая косметика. И уходовая, и декоративная. Это могут быть и, в том числе, пищевые продукты. Практически любые ароматические масла и все остальное. То есть, вот, практически все получается так в этом мире. Так или иначе, может спровоцировать реакцию у того самого одного процента людей. Если вы к нему относитесь, значит, вам нужны дополнительные меры защиты. Получается так. Как узнать про лекарство? Мы просто открываем инструкцию. То есть, мы ее не выкинули, как обычно. Мы ее открыли и прочитали. В разделе побочных эффектов смотрим, фотосенсибилизация есть или нет. Если есть, все, мы понимаем, что нам нужно прятаться от солнца на все время приема этого препарата. По-другому никак. Да, конечно, еще раз повторюсь, далеко не у всех она развивается. Но когда вы об этом узнаете, будет очень неприятно. Поэтому лучше предпринимать меры защиты заранее. Тепловой удар – это еще одно последствие. Причем, что интересно, долгое время их делили между собой, тепловой и солнечный. Ну, давайте так, солнечный входит в тепловой. То есть, это тепловая травма. И то, и то. Просто у них немножечко различаются механизмы. Если мы говорим про солнечный удар, то да, это вот человек стоит на открытом солнце с непокрытой головой. Ему постоянно в макушку все это греет, греет, греет. И в определенный момент он перегревается. А если мы говорим про тепловой удар, то чаще всего это две ситуации. Например, город, пробка, кондиционер не работает, не заряжен там или еще что-то в этом роде. Или общественный транспорт, где вообще не предусмотрен кондиционер. Окна задраены, потому что кому-то в салоне холодно. И все остальные постепенно выдыхают огромное количество водяного пара, в том числе. И в определенный момент возникает интереснейшая ситуация. Например, температура в салоне выше, чем температура тела. Ну, как вы понимаете, это вполне достижимо. Легко. Там достаточно 38-39 градусов в салоне. Без движения воздуха, без всего остального. И что произойдет? Остановится испарение. То есть, мы перестанем сбрасывать энергию нашего тела. То есть, оно перестанет охлаждаться. Произойдет перегрев. Когда это еще возможно? Например, это уже у пожилых людей, которые долгое время, например, летом в квартире без кондиционера, вынуждены вести малоподвижный образ жизни. И да, у них тоже не проветривание, не всего остального. Вот там может накапливаться эффект. Тепловой удар у них может развиться где-то там, скажем, дню к третьему пребыванию в таком помещении. А в автобусе или в машине, или еще где-нибудь в каком-то закрытом помещении, это может развиться довольно быстро. То есть, в течение минут. И вторая важная ситуация, она не связана с тем, что человек находится в неком замкнутом пространстве, но он занимается чем-то физическим. Это может быть, я не знаю, и труд физический, укладка шпал, например, или что-то в этом роде. Это может быть и что-то невероятно полезное для здоровья, как считает человек. Но при этом, как вы понимаете, физическая активность, то есть увеличая, сильно увеличивается теплопродукция в нашем организме, а сброс из-за того, что вокруг невероятно жарко, он затруднен. Мы получаем ситуацию теплового удара. Как это выглядит клинически? Ну, все довольно просто, я бы сказал. Распознать его довольно просто. Самое главное, что у человека будет сухая кожа. Чаще всего это будет так, то есть сухая кожа. Сначала она будет бледная, а затем, когда уже декомпенсация пошла, она будет красной, потому что организм будет пытаться хоть как-нибудь энергию сбрасывать. То тепло, которое внутри нас накопилось, например, через расширение подкожных сосудов. Но не получается, да, то есть температура может достигать 40 градусов Цельсия, имея в виду температуру тела. Это еще один признак теплового удара. Плюс дыхание, как в подобных ситуациях часто бывает, оно поверхностное. Частое, но поверхностное. Тахикардия, то есть сердцебиение, ну и проблемы с сознанием. То есть сначала дезориентация, а потом может быть даже потеря сознания в том числе. Если здесь ничего не сделать, дело закончится отеком головного мозга и летальным исходом. К сожалению, такое бывает. И кроме всего вот этого перечисленного, может быть в том числе это штанта и рвота, но это когда еще сознание не потеряно. То есть да, это по сути токсическая реакция. Получается так, мы перегрелись, мы не можем сбрасывать энергию в окружающий мир. И из-за этого внутри вот такой раздрай. Что здесь делать? А вот зачастую считается, что достаточно человека просто вот на свежий воздух вытащить, ослабить ему ворот одежды и хватит. Нет, не хватит. В данном случае нужно охлаждение. Чем больше, тем лучше. Например, просто положить его в фонтан. Или из садового шланга полить. Или еще что-нибудь в этом роде. То есть нам нужно охлаждение прохладной водой. Если есть возможность, чтобы еще и был обдув, например, ну было бы совсем здорово. То есть если вот какое-то такое помещение, то мы открываем, создаем сквозняк, берем какой-нибудь вентилятор, обливаем человека водой и вентилятором на него дуем. Вот это вполне будет нормальная помощь. А в это время кто-то уже вызвал скорую, а она сюда едет. Почему? Потому что это вот именно тепловой удар. Это уже финал. Перед этим произошло огромное количество нарушений. Там электролитный дисбаланс и там много чего. Нужно, чтобы его, посмотрели специалисты, нужно, чтобы его доставили в стационар. Скорее всего так. Не исключено, что ему придется корректировать и кислотно-основное состояние, и много еще чего другого. То есть это тяжелое, важно. Это тяжелое, неотложное состояние. Именно поэтому для профилактики у нас есть некоторые интересные подходы. Один из них называется принудительная гидротация. Что имеется в виду? Что нам на жаре нужно пить насильно. Вот мы не хотим еще. У нас же вроде бы никакой сильной жажды нет. Но есть такая проблема, что мы на жаре довольно быстро теряем это чувство жажды. И нам кажется, что все хорошо, все здорово. Можно пойти поиграть в волейбол на бетонной площадке, например. А почему нет? А потом раз, внезапно, и все, уже никто никуда не играет, ничего не происходит. Особенно быстро с детьми. Дети, как вы понимаете, у них стербоэгуляция гораздо хуже, чем у взрослых. Они гораздо быстрее перегреваются, гораздо быстрее обезвоживаются. Поэтому считается так, что если вы на жаре, носите с собой в обязательном порядке бутылку, напитка. Причем желательно не просто воды, а чтобы это был спортивный изотоник. Их сейчас продается гигантское количество самых разнообразных. Почему? Потому что с потом мы теряем не только воду. Мы теряем и электролиты в том числе. Если мы будем восполнять только воду, с нами произойдет то, что было с марафонцами в годах 80-х. Когда им на трассах выдавали только воду. И они потом к финишу приходили просто с таким дисбалансом по всему вообще. То есть там натрия практически не оставалось, гипонатриями зверской просто. Они впадали в кому, некоторые умирали прямо на трассе. И вот именно благодаря этому тяжелому, скажем так, опыту появился спортивный изотоник. То есть не просто вода, а вода с добавленными в него электролитами. Вот ими лучше пользоваться. Можно минералкой пользоваться, кстати, тоже вполне нормально. Это замещает спортивный изотоник. И примерно, в зависимости, конечно, от массы тела, по 100 или 200 миллилитров каждые минут 15. Пока вы находитесь на жаре, это важно. То есть не то, что вы дома постоянно это делаете. Нет, это будет многовато. А вот вы находитесь на жаре, активно потеете, где-то там что-то, не знаю, болеете, смотрите что-то. В чем-то участвуйте, у вас вода, и вы каждые 15 минут понемножку пьете. И детей поете тоже. Это важно. Потому что они, еще раз повторюсь, обезвоживаются гораздо быстрее. И обычно внезапно. То есть вот раз, и он уже с обостренным лицом, запавшие глаза и все остальное прочее. То есть все признаки обезвоживания. Следующий, конечно, воздух. Ну так прекрасно, да? То есть такой великолепный вид. И озеро рядышком, и небольшие заросли, и все остальное. Но вот такое, это только на картинках бывает, да? Потому что на самом деле будет что-то в этом роде. Масса всего, которая звенит, жужжит и пытается вас сожрать. Причем, учитывая массу, вполне может такое произойти. Ну и как... Кому как не волжанам знать, что такое мошка. Совершенно зверское образование. Что интересно, из огромного количества состоит особей там внутри. И я сразу вот так забегая вперед, скажу, что у нас нет специфического лечения их укусов. Нету. То есть единственное, что мы можем сделать, это сочетать между собой НПВС-ки и антигистамин. Все. Почему? А потому что там, как вы понимаете, очень сильно разный видовой состав. Но у них основной общий, скажем так, признак, что они вводят в наш организм. Они разрезают кожу. У них чаще всего это режущий какой-то аппарат ротовой. Они разрезают кожу и добавляют туда антикоагулянт. При этом анестетика с собой не носят. Вот в отличие от клещей. Клещи молодцы в этом смысле. Они хотя бы обезболивают. А гнус, ну не зря его, видимо, так называют. Он просто добавляет вот этот вот токсин, который работает как антикоагулянт. Поэтому развивается токсико-аллергическая реакция. Поэтому мы пытаемся лечить вот такими вот средствами. И самое неприятное, что поскольку это разновидный состав, то есть там кого только нет внутри, у нас нет универсальных репеллентов. Мы не можем чем-то таким специальным обработаться, чтобы нас вообще никакой гнус не брал. Нет, такого нет. И опять же это прекрасно известно по сезону лета Машки, ну в той же Астрахани, например, откуда я родом. И там все, народ просто выезжает из города на этот месяц, пока она там буйствует. А какие репелленты все-таки по некоторым представителям гнуса работают? Например, ну всего-навсего, да? Что у нас тут? Этилпутил, ацетиламин, но пропионат. Вот такое вещество. Да, действительно оно срабатывает против некоторых представителей, не против всех. Это вот торговое наименование. То есть если оно вот так вот написано в составе, значит да, оно действительно будет в качестве репеллента. И против некоторых видов Машки тоже работает. Либо ДЕТА, ну это самый распространенный вообще, по-моему, из всех репеллентов. Один из самых первых, один из, ну не сильно эффективно, скажем так, да? В некоторых ситуациях может сработать, в некоторых нет. И самое важное, самое важное. Мы вот это вот все наносим на одежду. То есть ни на лицо, ни на глаза, ни на кисти рук, ни куда-нибудь еще. Репелленты предназначены для нанесения на одежду. Это важно. Желательно, чтобы все это все-таки внутрь не попадало. На самом деле, конечно, единственная реальная защита это антимоскитный костюм. И важно, антимоскитный. Потому что некоторые приобретают вот эти вот сетки пчеловодов, надевают на голову и потом удивляются. Чего это меня кусает-то? Ну потому что среди гнуса есть и гораздо более мелкие образования, летучие, да, чем те же пчелы, например. Они через эту сетку могут либо пробираться, либо кусать, либо что-то в этом роде. Поэтому именно москитные защитные сетки. Ну понятно, что по городу в таком не походишь. Хотя кто знает, к чему мода придет в итоге, да. Все-таки это же нормальная защита и единственная рабочая. С одной стороны. Ну а с другой стороны, мы ждем. Вообще, зачем нужен этот гнус? Ну да, в том числе, чтобы досаждать людям, я согласен. Но это невероятно важная составляющая всех экосистем. Почему не борются с ней? Ну казалось бы, давайте сейчас все химией зальем, пусть они все сдохнут, да. Нет, потому что тогда за ними начнут дохнуть и те, кто им питается. Причем массово. Мальки. Почему исчезает вот эта мошка? Именно потому, что начинается нерест, да, он уже прошел, уже появились мальки. Они начинают вот это все есть. И в воздухе тоже есть наши союзники. Это хищники. Например, стрекозы. Вполне себе хищные насекомые, которые этой мошкой прекрасно питаются. И прочее, прочее. То есть, да, нам в экосистемы лучше не лезть и понимать, что это, ну не знаю, такая своеобразная входная плата за лето. Потому что лед мошки – это обычно самое начало лета, самое конец весны и самое начало лета. Да, например, в Африке есть очень креативный способ избавления от гнуса. Его собирают всем племенем и потом жарят картлеты. В каждой котлетке примерно по полтора миллиона насекомых. Ну а почему нет, да? Они первые начали вообще-то. Так что пусть не удивляются. Вот так это выглядит. Не сказал бы, что очень аппетитно, но белка здесь более чем достаточно, да, и всего остального прочего в том числе. Так что вполне себе съедобно. Клещ Валера. Да, ему даже памятник есть в нашей стране. Уже известная личность. И да, их сезон активности начинается довольно рано и заканчивается там глубоко осенью. Понятно, что сейчас у них пик. И поэтому невероятно важно, естественно, помнить о том, что клещи есть на траве, что они есть на низком кустарнике, а на деревьях их нет. По крайней мере, вот этих. Когда говорит человек, что на него с дерева прыгнул клещ, это не совсем то. Либо это был не клещ, ну, либо человек что-то на природе принимал, да, такое, что могло привести к тому, что ему что-то померещилось. Клещи, они снизу атакуют. То есть, если мы посмотрим на клеща, то вот его боевое положение. Вот он во взведенном состоянии, что называется, да. То есть, он лапки растопылил. И все, что пройдет мимо и будет обладать теплой кровью, в общем, все. Это для него потенциальная мишень. Они почти практически не видят. Да, у них глаза, конечно, имеются, но там зрение так не очень. Зато они прекрасно ориентируются при помощи термосканеров встроенных, да, и датчиков движения. Вот это у них хорошо получается. И плюс еще запахи, естественно. Вот это они все используют для того, чтобы поймать свою жертву. То есть, он сидит либо на высокой травинке, либо на невысоком кустарнике. Получается так. И важно. Он не будет просто где-нибудь в поле, в центре поля, в одиноком состоянии сидеть. Нет. Это будет, скорее всего, по бокам от тропы. То есть, например, тропа водопоя, либо тропа, по которой ходит скот на пастбиче, либо еще что-то в этом роде. То есть, ему, естественно, нужен будет источник крови. И поэтому, да, он будет концентрироваться в определенных местах леса. Понятно, что если там ходят все, то вероятность встретить клеща гораздо выше. Что еще важно понимать? Что единственный рабочий способ защиты, например, от клещевого энцефалита, это вакцинация. Никаких других вариантов не существует. От всего остального мы, в общем, защититься, скорее всего, особо не сможем. Клещи таскают огромное количество самых различных заболеваний, и вирусных, и бактериальных. Но вот защита есть против энцефалита. Почему? Ну, потому что он обладает летальным потенциалом. Причем, чем дальше за Урал, тем выше этот самый потенциал. Туда, ближе к Дальнему Востоку, совсем плохо. Там уже другие штаммы энцефалита, и у них гораздо выше летальность. В несколько раз выше, чем до Урала. Как именно она делается? Ну, здесь все просто. Я бы порекомендовал на сайте Оно коллективный иммунитет. У них прямо есть брошюры. Отличные брошюры с выверенной информацией по многим прививкам. Кстати, по прививкам для отпускников в том числе. Там есть информация, поэтому не будут здесь особо распространяться. И как делается вакцинация против клеща тоже есть. А как узнать, кому вот прям обязательно надо? Это же не всем обязательно надо. Вот прям здесь вот надо, скорее всего, нет. А где? В Нижегородской области есть некоторые районы. Это нужно смотреть на сайте Роспотребнадзора. Там каждый год обновляется информация. Но она, в общем, не сильно, скажем так, корректируется. Там есть перечень эндемичных районов. Вот если вы живете в эндемичном районе по клещевому энцефалиту, прививка крайне рекомендована. Она потом делается раз в три года. То есть ничего такого страшного с ней. Там главное не забыть. На самом деле сложнее всего не забыть. Если человек находится в неэндемичном регионе, скорее всего, прививка ему не потребуется. Там эпизодические эти случаи, крайне редкие, единичные и все остальное прочее. Кроме того, далеко не каждый укус даже энцефалитного клеща заканчивается энцефалитом. То есть заражением энцефалита человека. Получается примерно, даже если клещ, носитель, у него есть вирус внутри, примерно каждый 160-й укус только заканчивается. Почему? Ну просто потому, что не так просто клещу реализовать свой план. Да, он попадет на человека, но если, например, это взрослый человек, его кожу пробурить не везде получится. Поэтому клещ, попав на человека, будет довольно долго по нему путешествовать. И, например, подколенная ямка, паховая область, еще там поясница. То есть там, где кожа потоньше. Вот там он уже сможет присосаться, да, действительно. Но там, что называется, один раз и на всю жизнь. То есть у него очень мощный аппарат с такими, с раздвигающимися подпорками внутри кожи. То есть он закрепится прям намертво. И пока кровью не напьется, тут как бы без вариантов. И именно поэтому нужно учитывать, что у нас есть время. И периодические осмотры в лесу, на пикнике, на лужайке, еще где-нибудь, они, в общем, нормально. Сходите, посмотрите в зоопарке. Если сказать, прекрасный зоопарк, мы там только что были в Нижегородском. Посмотрите, как обезьяны друг за другом ухаживают. Да, вот, груминг вот этот вот. Людям тоже пригодится. Посмотреть друг на друга с разных сторон. Нет ли вдруг на ком клеща, вот это очень важно. Потому что вы его вполне можете снять. Желательно, конечно, его уничтожить аккуратненько чем-нибудь. То есть, не руками, не руками, а то бывали и такие прецеденты. Нет, его нужно там по-разному. Можно, не знаю, проявите фантазию в конце концов. И как можно с этим делом бороться? То есть, самое основное, конечно, это профилактика. Но, как я и сказал, специфическая профилактика возможна только против клещевого энцефалия. А против, в принципе, клеща, да, такое тоже есть. То есть, когда мы идем в лес, например, мы не надеваем коротенькие шорты и топик. Мы надеваем одежду, которая, да, она легкая, но она должна закрывать все тело. И, опять же, я понимаю, что это некрасиво. Но зато дешево, сердито и практично. Мы берем гольфы, например, и заправляем в них брюки. Я еще раз повторюсь, да, это, конечно, выглядит не очень стильно. Зато в смысле защиты прекрасно срабатывает. Желательно, чтобы все это было светлых тонов. Опять же, я понимаю, что среди нашего народа принято ходить в лес, в камуфляже, чтобы еще и не нашли, если что, да, вдруг. Но, тем не менее, лучше использовать светлые тона. Почему? Вы увидите клеща на этом. На этом фоне гораздо легче увидеть. И смотрите, у вас, значит, здесь заправлено все. Здесь у вас манжеты либо на резинке, либо еще на чем-нибудь. На голове кепка, воротничок так чуть-чуть приподнят. Все. Никакой опасности клещи для вас представлять не будут. Тем более, если вы будете периодически осматривать друг друга и не давать им заползать под элементы одежды. Все. Ничего сложного, да? С другой стороны, у нас есть и изображение, например. То есть, как оно, в принципе, выглядит. Ну, вот там, я понимаю, что очень маленький экран, очень плохо видно. Вы его будете видеть с тыла только. Потому что лицевая часть, она как бы там внутри вашей кожи. И вот здесь начинаются нюансы, которые касаются извлечения его из такого положения. Потому что, если вы вот это засекли, это нужно прерывать. Чем дольше контакт, тем выше вероятность заражения. Но проблема в чем? Что первое такое инстинктивное движение, да? Нельзя так делать. Почему? По целой куче причин. Давайте разбираться, как правильно сначала. Во-первых, спасибо промышленности, в основном китайской. Есть гигантское количество самых разнообразных вариантов клещедеров. Так их можно сказать. Ну, устройств для извлечения клеща. Причем и из себя, и из животных. Да, напоминаю, что для домашних животных клещи тоже опасны. Они могут переносить инфекции, которыми эти животные будут страдать. Поэтому и собаки, и котиков тоже нужно периодически осматривать. И выкручивать из них клещи при помощи любого из этих инструментов. Другой вопрос. Да, вот, пожалуйста, да. Перед нами есть как раз один из образцов. У меня в паспорте тоже лежит такая специальная стучка, плоская, с раздвоенным наконечником для извлечения клея. Мало ли, вдруг, не знаю, в самолете нападет. Всякое бывает. И здесь важно соблюдать технику. На самом деле ничего сложного. То есть, это не высший пилотаж. Мы просто захватываем клеща как можно ближе к коже. Нашей коже. То есть, не за брюшком. Мы его очень легко оторвем. А нужно как можно ближе к хоботку. То есть, даже вот до того, что вы немножко нажимаете на кожу, чтобы можно было часть хоботка захватить. Захватываете. И опять же, вот здесь нерезким движением. Потому что там, напомню, распорочки стоят. Аккуратно, выкручивающими движениями. Можно вот так из стороны в сторону раскрачивать. Можно просто в одну сторону выматывать его оттуда. Аккуратненько извлекаете. Ну и дальше уже по придуманному вашему плану. Казните его чаще всего. Почему? А просто потому, что если он вырвался на свободу, например, он может повторить задуманное. Ему надо. Точнее, ей, конечно, эта самка. Вот. Ей для размножения это надо. Как бы без вариантов. Она доведет свое до конца. Поэтому лучше такого вторженца уничтожать. Без вариантов. И без жалости. Здесь она как раз лишняя. А вот что делать не нужно. Так это все народные средства. Что интересно. Не нужно мазать ему задницу керосином. Да, конечно, он отравится и умрет. Но он будет умирать в муках. Его будет мутить. Он будет, так сказать, истаргать из себя все, что содержит возбудитель. Получается так. То есть он вас все это срыгнет. Это неправильно. То есть так делать нельзя. Кроме того, примерно то же самое подает, если вы ему задницу подпалите. Опять же, он будет кричать, помогите. А у него рот внутри вас. Он вот откроет его и все это выльется внутри вас. Не получится. Он не уйдет. Еще раз клейк не уйдет. Вы не заставите его уйти. То же самое это касается и там спирта, деколон, там и все остальное прочее. Вот огромное количество всего. И вот эти захваты за брюшко тоже нет. Ни в коем разе. Не под углом, а именно строго перпендикулярно его хоботку. Вот так мы все это делаем. После того, как мы извлекли клеща, мы обрабатываем место укуса антисептиком. Абсолютно не будет лишним. Вот это да, действительно так. И дальше начинаются вопросы. А нести ли его на анализ? Ну вот тут да, тут очень интересная вещь. Почему? Потому что о здоровье клещей заботятся только в нашей стране. В остальном мире наплевать, что с ними стало. И что там у них внутри. Поэтому такое всенародное развлечение, как сдать клеща на анализ, есть только в нашей стране. Что интересно, научной базы под этим нет ровным счетом никакой. Хотя, да, рассказывают, ну как же ж так. Если вдруг у него внутри баррельные сидятый человек, мог заразиться баррелиозом. Его нужно срочно лечить. Ну, вообще-то у нас есть такое понятие, как экстренная профилактика. И проводится она вне зависимости от того, что находится внутри клеща, а по показаниям. То есть, есть определенный перечень показаний, которым владеют все врачи. По крайней мере, и в травмпунктах, и инфекционисты, и все остальные грамотные спецы, в том числе и педиатры, и прочее, прочее. То есть, если вы хотите знать, что вам дальше делать, обратитесь к врачу. Если вы не смогли извлечь клеща, обратитесь к врачу. Если вам страшно, например, вы не знаете, как его извлечь, обратитесь к врачу. И эта экстренная профилактика будет вам проведена по мере необходимости. То есть, мы можем только, единственное, что экстренное профилактировать, это боррелиоз. При помощи доксициклина. Там есть определенная схема. Опять же, не самостоятельно, что важно. И да, к врачу обращаться нужно. А вот сдавать клеща на анализ не надо. Но, вы же понимаете, кто же мне поверит, да? Поэтому показываю. Во-первых, на сайте одной из приличных клиник, которые занимаются доказательной медициной, в том числе, расположенной в Питере. Специалист, который выступал на ученых против мифов, в том числе. То есть, это как бы подтверждение его квалификации, скажем так. Написано. Рутинное исследование клеща на предмет выявления в нем возбудителя за пределами эрф не проводится в связи с малой информативностью и невозможностью практического применения полученной информации. Ее же не дадут моментально. Ответ могут дать дней через 7-10. То есть, да, для клеща это будет важно. Я согласен. Для человека уже все равно, потому что время экстренной профилактики уйдет. Ее нужно проводить вне зависимости от того, насколько здоров был клещ. Это, по крайней мере, мировой консенсус. Именно так это выглядит. То есть, да, профилактика нужна. Но независимо от результата анализа. Кроме того, ну хорошо, вот еще одна клиника. Пожалуйста, Пермский край. И здесь тоже самое. Детская клиника указана. Не нужно сдавать веща на анализ. Именно потому, что, видите, анализ на барлиоз. Иногда затягивается тело на 5-7 дней. Уже, может быть, поздно проводить. Постконтактную профилактику никакой другой не существует. Ну и в итоге я призываю Сергея Бутрея, в том числе, в своем телеграмме. Он регулярно этот пост весной выкладывает. И тут то же самое. Сдавать клеща на обследование не нужно. Так что это не только я придумал, как теоретик. Но в том числе и масса практиков. Людей, которые не только там проповедуют доказательную медицину. Но и активно, и регулярно ее пользуют. Причем, что интересно, на благо пациентов. Это важно. Итак, мы договорились, что ничего с клещом не делаем. Мы его уничтожаем. Почему это вот еще важно? Почему в мире так не делают? Дело в том, что да, куда вы его положите, во-первых. Потому что почитайте, как описывают процедуру. Пенициллиновый пузырек. У кого с собой? Влажная ватка. У кого с собой? Опять же, ну влажная ватка, ладно, у кого-то может быть и есть. А пенициллиновый пузырек есть? Положить некуда. Причем не просто так, а с притертой крышкой с резиновой. Либо со стеклянной притертой, либо с резиновой крышкой. Почему? Ну если вы положите в как что-то открывающееся, оно может открыться. Клещиха оттуда выбирается и пошла доделывать свое дело. Все просто. Она же лежала на влажной ватке, она же не умерла в страшных мучениях. Именно поэтому на сегодня не рекомендуется сдавать клеща и рекомендуется уничтожать его на месте. Все. То есть мы как бы эту тему, я так очень надеюсь, закрыли. А дальше мы следим за симптомами. Потому что, например, под контактной с клещом профилактики именно клещевого энцефалита не существует. Нет. Нет. Да, опять же, в нашей стране могут предложить, предложить сейчас уже иммуноглобулин. То есть антитела готовые. Но во всем мире этим не занимаются, потому что накопленная клиническая информация опровергает утверждение об эффективности этого подхода. А лишняя, скажем так, рисковая операция сама по себе. Потому что введение антител может сопровождаться в том числе и аллергическими реакциями и прочими-прочими побочными эффектами. При почти отсутствующем эффекте, основном, прямом. Это, в общем, неправильно. Поэтому такая постконтактная профилактика не проводится. Ну, а йод-антиперин, например, или гомеопатию назначают, опять же, только в нашей стране. Вы не поверите, да, в поликлиниках висели огромные плакаты. После укуса плеща пейте вот нашу известную гомеопатию. Так и было. То есть я не знаю, насколько это люди совесть потеряли, да, и пользуются вот этой вот информацией, скажем так. Плохо, плохо. Что мы делаем? Мы следим за проявлениями. И если появляется что-то настораживающее, не укладывающее, скажем, в картину обычного РВИ, или еще что-то в этом роде, мы обращаемся к инфекционисту. И в обязательном порядке говорим, что вот у нас в анамнезе укус плеща. Ну, либо если вы уже были в травмпункте, или обращались к специалисту, да, тоже нужно сказать, что вот мы туда-то ходили, там есть некие данные, спросите их, что там они про нас подумали в этом смысле. Характерная эритема, скажем, при болезни лайма или клещевом боррелиозе, не обязательно может появиться. Но если вдруг она появляется, это прям очень такой патогномоничный признак, то, что называется. Это будет сыпь в виде мишени. В центре кружочек красный, потом вокруг одна эритема, и за ней следующие, через промежуток здоровой кожи. Очень красиво выглядит на самом деле, и да, действительно, там уже не ошибешься. Но она возникает не всегда, это важно. Боррелиоз лечится, нормально лечится антибиотиками, то есть без каких-либо проблем. Ну, а пациента с клещевым энцефалитом будут стараться вытаскивать, да, и здесь надежда, в общем, только на организм, на то, что он справится, выработает антитела и сумеет пройти через это испытание. К сожалению, не всегда получается, но еще раз повторюсь, это не такое частое событие, к счастью, для нас. Вода. Мы добрались до воды, да, и здесь опять же есть масса самых разнообразных нюансов. Я уже не говорю о том, что в воде вводится масса всего, что не рада нас видеть. Либо рада, но тогда нам от этого будет плохо. Это могут быть и медузы различные, это могут быть моллюски хищные, в том числе конусы. К сожалению, от конусов погибают наши с вами соотечественники. Но, правда, не здесь, не в средней полосе, а на жарких курортах. Почему? Ну, потому что они не знают простого правила, что там, по пляжу нельзя ходить босиком. Почему? Причем самое легкое, что вы можете поймать там, это ришту, например. Такой прекрасный, замечательный червь. Очень длинненький, любит лазить под кожей, может в глаз забраться, например, и так далее. Такое милое создание, на самом деле, по сравнению с хищным конусом, который прям сразу пробивает вам кожу, вводит туда яд примерно из ста компонентов. Огромное количество всего там до сих пор пытаются идентифицировать. Причем некоторые вещества оттуда даже пытаются использовать в фармакологии. Настолько там все здорово. Но для человека вот тот объем, который вводит конус, он, к сожалению, летален. Бывает так. Но, конечно, это должен быть особый конус, какой-нибудь, не знаю, там, географус, например, текстилье. А вот все, которые попроще, они, конечно, не так опасны. Что еще не нужно делать на побережье? Лежит красивая ракушка такая конусообразная, очень красивая. Так вот, не надо вот так ее поднимать и смотреть, есть ли там кто-нибудь. Если там есть кто-нибудь, извините, да, вы получите очень ощутимый удар в глаз и очень низкие шансы на то, что вы выживете. К сожалению, так. И еще раз повторюсь, мы носим тапочки. Даже на линии прибоя. То есть по песочку мы гуляем в тапочках. Желательно, чтобы это были не просто шлепки. Знаете, такие резиновые с пятками. То есть чтобы они хорошо держались на ноге. Я бы, если честно, рекомендовал еще, и вот если вы куда-то далеко плавать не уходите, то в них еще и болтыхаться вот здесь вот в этой воде. Потому что, опять же, там на дне много есть чего. Там не только губка боб обитает, честно. Это как раз прекрасное состояние. А вот там есть гораздо больше опасных. Однако, есть другая проблема. Наши англоязычные коллеги называют эту болезнь местью Монте-Сумы. Очень красиво. Мне нравится. Гораздо более интересная, чем прозаичная диарея путешественника. То есть вы приехали, и вместо наслаждения какими-то красотами местными, вы наслаждаетесь видами кабинета задумчивости изнутри. Только так. И да, это норма. То есть так должно быть. Почему? Потому что вы приехали в местность, где в воде, в пище, вообще. Там обитает другая микрофлора. Отличная от той, которая, во-первых, внутри вас, и от той, к которой вы привыкли. Ну да, мы действительно в течение нашей жизни переблеваем огромное количество инфекций. В том числе, которые развиваются и в кишечнике. И постепенно у нас развивается иммунитет к ним. Но он относится только к местным видам. Как только мы переехали куда-нибудь, причем чем дальше и жарче, тем больше разнообразия вот этой микрофлоры. Мы приехали в некую жаркую страну. И да, вот началось. Вроде ничего страшного не сделали. Просто попили воду. Или там просто что-то поели. И все. Нет. Это норма. Это адаптационная реакция. Мало того, когда вы вернетесь, все это может повториться, правда, в менее выраженной форме. То есть вы снова перейдете на нашу местную микрофлору. Но я так все-таки надеюсь, что это будет побыстрее. А здесь дело может затянуться на пару дней. Что мы можем сказать о группах риска? То есть кто чаще всего страдает от этого дела? Молодые люди. То есть это дети, юноши. По одной простой причине. Они пока что видели слишком мало в этой жизни. В смысле возбудителя инфекции. Иммунитет у них есть далеко не ко всем. Причем, что интересно, пожилые тоже будут в этой группе риска. Но уже по другим причинам у них организм уже отказывает постепенно. Все защитные функции ослабевают. Все остальное прочее. И он уже не сможет так надежно защититься. Кто еще? Люди с различными заболеваниями фоновыми. Ну, например, сахарный диабет первого или второго типа. Либо люди, которые на постоянной основе, либо вот именно сейчас принимают курс препаратов, которые снижают кислотность желудочного сока. А это, как вы понимаете, основной защитный фильтр у нас. Да, через него некоторые бактерии проскакивают. Но если вы принимаете ингибиторы протонной помпы, например, то проскочит гораздо больше. С гораздо большей вероятностью. Кроме того, естественно, любые воспалительные заболевания в кишечнике – это фактор риска. Кроме того, мы можем сказать, что и иммунодефициты, причем как приобретенные, так и врожденные. Приобретенные они могут быть не обязательно инфекционного генеза, они могут быть и вследствие приема препаратов, которые подавляют иммунитет. То есть вот, да, у нас получается вполне себе доказанная, скажем так, группа риска. Люди, которым нужно учитывать, вот это все, вновь сказано, многократно в более выраженной форме, чем всем остальным. Что делать? Ну вот, например, не делать так, как в Индии. Они еще эту воду пить будут, если что. Но я помню, у меня дедушка ездил в Индию, это было очень давно, после окончания Великой Отечественной, когда он уже был председателем колхоза, и они ездили по обмену опытом вращивания риса. И вот первое, что его повергло в шок, это вот все местное, что было связано с водой, потому что это кошмар, говорит, какой-то. Мы исключительно кипятили, правильно делали, забегая вперед. То есть это было правильно. У нас санитарное дело было поставлено как надо. А здесь вот такой подход, он для местных, еще раз, это важно. Для местных это вполне может быть оправдано. Вы после такого купания сляжете со всем, что там живет. А это, между прочим, родина брюшного тифа, холера и масса всего остального. У них здесь гнездо, поэтому давайте мы не будем шалить. Бутилированная вода. Причем купленная не на улице, не у разносчика, не еще где-нибудь, а в более-менее приличной торговой точке. Желательно, чтобы это был супермаркет. Но я понимаю, что это сложно. Но все-таки стараться. Именно по той причине, что все-таки она хоть худобедна, хоть как-то обрабатывается. И, по крайней мере, в смысле микробиологии, здесь опасности будет гораздо меньше. Можно кипятить. И даже нужно. То есть, крайне рекомендуется использовать кипяченую, затем охлажденную воду. Не нагретую. Не из кулера. Это тоже важно. Хотя в кулере, да, там, скорее всего, будет бутилированная нормальная вода. Хотя возможные варианты. Есть кулеры, которые подсоединяются к сети водоснабжения сразу. И там, да, некоторые особо экономные хозяева могут в итоге вас напоить чем-нибудь таким микробосодержащим. В данном случае, я бы сказал, что лучше химия, чем микробиология. Это вот как раз тот самый случай. Поэтому обеззараживающие таблетки с собой вполне можно возить. Это допустимо. Это нормально. Ничего страшного в этом нет. Уж лучше выпить воду с составом, который был в этой ДЭС-таблетке, чем знакомиться с местной патогенной микрофлорой. А вот засада, на которой многие попадаются. Почему-то люди считают, что лед изготавливают из невероятно высококачественной воды. Это немножко не так. Поэтому все, что содержит колотый лед, его иногда даже на улицах продают. Прям есть чаны, например, или еще что-то в этом роде. Вот эти вещи вы обходите очень-очень таким большим крюком. То же самое касается ситуации, когда где-нибудь, не знаю, там, коктейль в неком уличном баре или еще что-то. Вам туда раз кубики льда, а вы потом раз в туалет и надолго. Все, вот не надо. Со льдом никаких экспериментов. Если прям сильно приспичило, да, то это ледогенератор, проверенная вода, все остальное прочее. То есть, да, это дополнительная опасность. Это важно. Как бы это странно не звучало, но мороженое на улице в таких странах тоже есть крайне не рекомендуется. Сразу вопрос, в каких странах? Ну, это чаще всего будет Африка, Юго-Восточная Азия. То есть, как раз проблемные регионы в смысле водоснабжения и прекрасные в смысле микробного разнообразия. Вот там такие эксперименты делать не нужно. То есть, лучше, если это будет промышленно изготовленный, запаянный, все остальное прочее. Мороженое на развес на улице не покупаем. То же самое. И еще важно. Лень, да? Я неоднократно говорил, что мы из-за этого очень много страдаем. Лень нам покупать фрукт, резать его, чистить и все остальное прочее. А вот на улице нам уже сразу предлагают нарезанный кусочками, дольками, там, фруктовый салат, еще одно, что угодно. Удобно же. Взял, поел и за теми, кто пил коктейли со льдом, за ними в очередь. Покупаем цельный. Если прям очень надо, покупаем цельный. Режем дома, чистим дома, моем и все остальное прочее. Ну, еда. Различная уличная еда. Опять же, я понимаю, что очень хочется попробовать. Хотя вот мне вот это вот совсем не хочется пробовать, честно. Разная есть уличная еда, местная. Но всегда очень хочется там выяснить, что же там такое в итоге. Но как бы это странно не звучало, но тактика вместо вот таких вот пищевых продуктов потреблять нечто сетевое, вплоть до, простите, фастфуда. Не хотел это слово говорить, но это нормальная тактика. То есть некий сетевой фастфуд, он будет гораздо безопаснее в этом смысле, чем вот такие замечательные, местные, натуральные, еще вот буквально 15 минут назад бегавшие продукты. Нет. Не надо. Опять же, потом, ради бога, ну вот на период адаптации не надо. Не рискуйте. Вот вы сначала приспособились к местным условиям, все прекрасно, тогда можно уже идти рисковать своим здоровьем. Вы, в общем-то, для этого и приехали, на самом деле. На все есть два дня примерно. Если вдруг это дело затягивается, то есть третий, четвертый, пятый, если появляются признаки интоксикации, если появляются какие-то, не знаю, там, ну, условно говоря, ну, лекция медицинская, да, в стуле, например, появляется кровь, там, или еще что-то в этом роде, все, сразу сдаетесь врачу. Не то, что потерплю, там, не знаю, выпью лапирамид, не дай бог, не дай бог, то есть нельзя этого делать, ни в коем разе, никакой лапирамид, которая остановит кишечник на время, да, нельзя этого делать. Не забивать кишечник каким-нибудь, я не знаю, там, смектитом или что-то в этом роде, то есть сорвентами, в этом смысле они тоже не сработают. Нужно дать время нашей микрофлоре на то, чтобы она поборола вторженцев, да, она, опять же, мы ее для этого кормим. Поэтому, да, нужно добавлять два дня к любой поездке, именно с расчетом на то, что может развиться. Это не обязательно. Оно может развиться в основном у группы риска. Чаще всего вы обойдетесь, ну, скажем так, очень легкими, такой лайт-версией. Вы ее можете даже не заметить или наоборот скажете, о, как полегчало, как здорово. Все прекрасно. Но, еще раз повторюсь, да, если вдруг что-то идет не так, то не стесняйтесь обращаться к врачу. Я понимаю, что это может оказаться очень дорого. Это может потребовать созвона со строгой компанией, руганий с ними и все остальное прочее. Но, поверьте, здоровье дороже. Намного. Если вы получите какую-нибудь кишечную инфекцию, экзотическую, плюс, например, потом носительство и еще что-нибудь, то это будет на всю жизнь история, с которой вы очень долго можете не расквитаться. Поэтому осторожность в данном случае лишней точно не будет. Еще одна интереснейшая история. Жара. То есть, вот прям такой, знаете, зудящий зной, что называется. И вдруг вы видите спасительный киоск, в котором такие запотевшие бутылочки с газировкой. Здорово. Вы туда прям радостно бежите, да, вот мне эту бутылочку, хватаете ее, так открываете, залпом, и понимаете, что, наверное, вы как-то неправильно поступили. То есть, наверное, нужно было подождать, пока она нагреется или хотя бы газ выпустить или что-то в этом роде, потому что вам начинает плохить. Причем так основательно. Вам закладывают верхнюю половину грудной клетки, потом это опускается вот сюда вот пониже даже, а потом вдруг у некоторых людей даже, вы знаете, вот как упорчатый полиэтилен. Кожа такой становится. Вы нажимаете, а она так хруст-хруст-хруст-крепетирует. Что произошло? Это сломался пищевод. Ну, как сломался? Порвался. Есть такая история, на самом деле, да, действительно, описанная в 19 веке. Синдром Бурхаве называется или синдром банкетного пищевода. Это когда ледяным шампанским заливались из горла, вот в том числе. И вот эта вещь возникала. По одной простой причине. Смотрите, газировка. Любая. Почему мы ее любим? Газики, да? Они так щекочут нос, такие приятные ощущения, и все остальное прочее. Так вот, эти газики, в зависимости от температуры напитка, они будут либо сжатые, либо расширенные. Ледяная газировка, то есть газики основательно сжатые. Мы залпом закидываем в разгоряченный организм. Происходит быстрое их расширение. И, соответственно, мы получаем продольные трещины в слизистой пищевода. А в самых неблагоприятных условиях разрыв всех оболочек пищевода. И поэтому воздух уже будет проходить в средостение. И эту самую крепитацию вы увидите уже как бы... Ну, это, конечно, я понимаю, что это довольно сложно у себя увидеть. Скорее всего, у вас уже будет потерянное сознание. Но, тем не менее, такая ситуация возникает. Так что осторожно. Это не просто так. Это подтверждается до сих пор. Это специально описывают в исследованиях клинических. Есть серии клинических случаев, всего остального прочего. Да, это единичные случаи. Но не надо рисковать. Не нужно залпом пить или льдяное шампанское, или газировку любую. Ну, подождите. Или выпейте хоть что-нибудь другое. То есть, главное, чтобы там не было такого количества газа. Еще одна тема, связанная с водой. Но она как бы не совсем медицинская с одной стороны. А с другой стороны, вполне почему нет. Потому что здесь придется потом товарища откачивать, спасать. И то, если получится. Почему? Потому что это невероятно интересное явление природы. Оно называется либо отбойное течение, либо тягун. Есть такое название. А на английском rip current. То есть, возвратное течение. Получается так. Оно возникает в виде реки, скажем так. либо небольшой, либо прям такой основательной во время прибоя. То есть, вот вода накатывает назад, накатывает назад. Она возвращается с разной скорости. И получается иногда вот такой противоход. То есть, появляется река, небольшая, или их несколько, которая очень быстро уносит воду внутрь воды. Этой самой большой. Либо это океан, либо это море. Чаще всего, кстати, мелкое. Поэтому, среди тех, о которых нужно знать, это прежде всего Азовская и Балтийская. Как бы это странно не звучало. Они мелководные на очень длительном промежутке. И вот эти отбойные течения там регулярно регистрируются. Ну, у нас как считают? Ну, это же какое-то, не знаю, это лужа, да? Идешь, идешь, и все по колено. Нет, это очень коварная вода. Почему? А потому что то, что возникает на самом деле, оно требует антиинтуитивных действий. Когда вас, например, вот, вот риф. Вот он. Он отлично виден. Ну, понятно, что он сверху виден, не с воды. Около воды вы можете его заметить, ну, например, если там будет большое количество водорослей. Их будет очень быстро уносить обратно в море. А так заметить довольно сложно. Вот это река. И когда, если вдруг туда попадает человек, и его начинают очень быстро относить от берега, очень быстро, это 3-4 метра в секунду скорость. Может такая быть даже. Первое, что у него возникает, это паника и желание вернуться обратно. То есть он начинает грести против этого течения и не выгреет бед. Я прям сразу говорю. Там даже очень подготовленные пловцы, они, да, иногда не преодолевают риф, но потом вылезают просто вообще изможденные, без сил, без всего остального. Почему? Вот именно потому, что паника, незнание ситуации и попытка действовать в лоб. Мы так интуитивно действуем, да, это инстинктивно и все остальное прочее. А на самом деле нужно делать совершенно по-другому. И на пляжах есть эти схемы. Кстати, в Калининградской области их приходилось видеть. Правда, обычно все проходят мимо, даже внимания не обращают. Что там написано? Подумаешь. У нас народ на черном флаге купается. Какие вопросы вообще? Так вот, что нужно делать? Нужно дать этому течению утащить вас туда вглубь. Дальше. Это будет, ну, метров, может быть, 20-30. Если прям очень сильно и такое огромное течение, где-нибудь океанское, то может быть метров на 50. И попытаться выйти перпендикулярно направлению этого самого течения. То есть параллельно берегу. Выгребать нужно из этой реки параллельно берегу. И затем оплывать и возвращаться к берегу. Да, это будет тяжело. Поэтому, если вы не справляетесь, то, соответственно, вы начинаете подавать знак, ну, вот этот международный, то есть поднятая вверх рука. И вы привлекаете внимание, что спасателей мне бы как бы нужно бы спасти. Очень хочется. И, да, вы можете самостоятельно, то есть я знаю людей, которые самостоятельно из таких ситуаций выплывали. Можно попробовать, да, где-нибудь, не обязательно дожидаясь, что вас унесет на 50, а то и на 100 метров. Это довольно много. Кстати, на Азовском море такое случается регулярно. И, что еще случается регулярно? Люди не всегда учитывают, что может быть не только обратное течение, но и, например, очень сильный и постоянный ветер со стороны суши на море. И что получается? Он как бы сдвигает верхний слой воды, там где-то сантиметров 50 максимум. Очень быстро движется от берега. И если, например, дети, ну, родителям отдохнуть же хочется, поэтому ребенок прикрепляется к какому-нибудь плавучему средству и как бы иди, плыви, дорогой, его на этом плавучем средстве может очень быстро унести очень далеко. На Азовском море такие трагедии случаются регулярно. И об этом постоянно пишут. Никто выводов не делает, к сожалению. Поэтому вот эти вот все какие-то надувные матрасы или там кинуть большие круги надувные, лодочки вот эти легкие и все остальное не надо. Особенно, если большая парусность. То есть, его еще и за счет давления ветра унесет. В данном случае, да, лучше, естественно, в таких местах не купаться. Они обозначаются специально, то есть, они прям специально их показывают флагами. Еще одна ситуация, которая невероятно, как вы понимаете, грустная, опять же, для путешествий. Сразу предупреждаю, если кто склонен к этим делам, к укачиванию, и может быть, даже у некоторых может развиваться укачивание, да, просто на вид картинок, то вы либо глаза закрываете, либо что-то в этом роде. Отводите взор, да, так смотрите вам туда, там хорошо. Так вот, укачивание это вещь, которая регулярно портит людям отпуск. По одной простой причине. Мы куда-то двигаемся, мы куда-то едем. На машине, например, летим на самолете, плывем на пароходе, и во всех этих ситуациях возможно укачивание. Причем, что интересно, бывают индивидуальные, то есть, кого-то качает только в автомобиле, кого-то там только в самолете, и все остальное прочее. Почему это возникает? Все очень просто, это называется сенсорный конфликт между вестибулярным аппаратом и зрительным анализатором. Почему? Потому что вестибулярка говорит, мы движемся, глаза, а мы не видим. И все. То есть, если вы сидите в каюте, вы же сидите в четырех стенах, а вестибулярный аппарат сообщает о том, что мы перемещаемся. И вот так вот, еще и вот так вот нас качает. То же самое с самолетом. Ну, там, да, можно, конечно, за борт поглядеть, но там очень медленно меняется картинка. А вестибулярный аппарат говорит, что ничего себе, мы летим со зверской скоростью просто. И вот этот конфликт, он в итоге приводит к тем проявлениям, которые мы, к сожалению, не можем наблюдать. Причем, что интересно, есть, мы до сих пор не очень понимаем, как это происходит, но есть объяснение одной из возможных, одной из вероятных, что организм принимает это за отравление. То есть, подобные ситуации, они возникают и при отравлении, в том числе, вот это нарушение между разными воспринимающими системами, и он пытается очистить наш желудочно-кишечный тракт, потому что это единственный способ детоксикации, который ему доступен. Есть, правда, и особенности. У детей где-то лет до 12-13, у них еще несовершенная вестибулярная система, и поэтому у них все это развивается гораздо чаще. То есть, детям от полетов, от плавания, от поездок на автомобиле хуже, чем взрослым. Да, потом с возрастом это может уходить, и да, например, у меня зверское укачивание было в детстве, просто зверское, теперь я нормально летаю на самолетах без каких-либо проблем. Если мы поговорим о версиях, да, еще каких-то, то вот первое, я о ней рассказал, что это некое отравление, ну, воспринимается организм как отравление, а вторая очень интересная, она мне даже нравится больше, но она подходит для других ситуаций. Нестагм. То есть, когда мы, например, пытаемся посчитать деревья, растущие на обочине на скорости километров 100-120 в час, у нас вот эти движения становятся очень быстрыми глазами. К чему это приводит? К тому, что перевозбуждается наш прекрасный блуждающий нерв, а он отвечает как раз за всю ту самую вегетатику. То есть, и холодный пот, и бледность кожи, и головокружение, и подташнивание, и все, что за ним, как сказать, следует. Да, вполне себе имеющая право на существование версия, и она объясняет некоторые виды укачивания. То есть, еще раз, либо рассогласование, которое мы воспринимаем как отравление, либо что-то мелькающее очень быстро рядом, а мы пытаемся поймать это взором. Кстати, сразу здесь же у нас кроется ответ, а что делать-то? Есть некоторые варианты, например, самый главный никуда не ездить. Ну, да, я понимаю, что мы опять же не для этого брали отпуск, у нас все-таки да, есть цель, поэтому мы пытаемся минимизировать этот самый риск. и попытаемся, например, либо в автомобиле сесть на первое сидение, если есть возможность, или ближе к середине, то есть, не сзади. Первое. Второе. Обеспечить достаточный доступ свежего воздуха. Причем, что интересно, в самолете, например, это обеспечивается вот этим вот ветродуем, индивидуальным. Зачастую приступ снимается, просто вы его чуть-чуть увеличиваете, направляете на себя. Вот этот поток свежего воздуха, он дает довольно неплохой эффект. Если есть где-то еще такие же устройства, ими можно активно пользоваться для снижения риска укачивания. Далее. Мы стараемся не считать деревья, которые рядом, а сосредоточиться на чем-то не очень подвижном, скажем, линия горизонта прекрасно подходит. Кстати, это работает и на корабле в том числе. Не нужно смотреть за борт. Не надо, потому что там будут волны, там будет качка, все остальное и прочее. Смотрите куда-нибудь вперед. очень далеко, туда вот, за линию горизонта может быть, даже если у вас получится. Далее, можно, например, закрыть глаза. То есть, у нас при вот этом быстром мелькании, у нас основной источник раздражения это как раз глаза. Можно попробовать закрыть и сосредоточиться на каких-нибудь ощущениях внутренних, скажем, на дыхании. Либо другой вариант на музыке. То есть, вы ставите наушники в уши и включаете музыку. В очень многих случаях это помогает, это прерывает сигнал, то есть, как бы перебивает. Это получается отвлекающая терапия. И да, она может срабатывать важно, если вы при этом не будете открывать глаза. Естественно. Далее, можно, например, использовать различные леденцы, конфеты, или еще что-то вроде, с кислым вкусом. Либо мятные. Они тоже, в общем подходит. Еще одна важная вещь это стараться избегать резких запахов. Я понимаю, что это не всегда возможно. Я понимаю, если это ваш автомобиль, все хорошо. А если, например, вы едете куда-то с друзьями, то есть, вас, естественно, сажают на заднее сидение. При этом, друзья, невероятно любят ароматизаторы для салона. И там внутри висит и елочка, и ежик, и котик, и там еще чего-нибудь. Вот это все понавешано, все это пахнет зверски. А если при этом они еще поклонники всего индийского, какие-нибудь там ароматные благовония еще одновременно, то там, по-моему, даже двигаться не надо. Вы просто туда сели и уже укачало вас. Так вот, желательно избегать резких запахов. Это не всегда получается. Поэтому запах, например, топлива, любого, это триггер для укачивания. Поэтому желательно проветривать все остальное прочее, да, и прочее, прочее, чтобы не было вот этих резких запахов. Именно поэтому в дорогу не рекомендуется использовать какую-то резкую парфюмерию. Лучше вообще никакой, да, достаточно вот этого запаха свежести, потому что запах пота может оказаться тоже триггером укачивания. Еще какие возможны варианты, что интересно, это проводили уже автомобильные концерны, такое, эксперименты с людьми. Так вот, оказывается, достаточно немножко изменить угол наклона кресла. Если оно доходит примерно до сорока градусов, там что-то около 38-40, да, то есть оно вот так вот отклонено у нас, то явления укачивания уменьшаются, либо возникают реже. Это не очень понятно почему, если честно, то есть это еще нужно объяснить, видимо что-то там связано с полугружными канальцами может быть, еще что-то в этом роде, но отклонить спинку назад сидение, оно помогает. И конечно же различная фармакология, но мы о ней поговорим попозже, а сначала мы разберем, что чего не делать. Например, не читать книги, не листать ленту в гаджете по одной простой причине, смотрите, вы смотрите на телефон, вы пытаетесь сосредоточиться, он у вас относительно неподвижен, все остальное вокруг движется, то есть боковым зрением вы засекаете движение, а здесь неподвижность, и естественно ваш вестибулярный аппарат начинает драться со зрительным анализатором, а страдать будете вы, поэтому не читаем, не смотрим, не концентрируемся на телефоне. мы не едим перед поездкой какую-то тяжелую пищу, это первое, как бы, первый оттенок, второй оттенок, мы не голодаем перед поездкой, то есть во время голода такие вещи развиваются гораздо быстрее, я прекрасно вспоминаю поездку, незабываемую поездку, я бы так сказал, из Нижнего Тагила в Екатеринбург, я читал там лекцию в Нижнем Тагиле, в Екатеринбург нужно было в аэропорт, и у нас вот по времени было, что называется, стык в стык, и по этой причине организаторы решили меня не кормить ужином, ну, заодно сэкономили, получается, с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы, как мы должны были успеть, и вот голодным меня сажают в машину, опять же, на заднее сиденье, естественно, потому что водитель поехал со своей девушкой одновременно, ну, время терять, да, они поехали в Екатеринбург, а меня как бы бросили на заднее сиденье, машина хорошая, дорога, как бы это странно не звучало, очень хорошая, то есть она ровная, водитель втопил, что называется, по максимуму, там, я иногда заглядывал на спидометр, там что-то около 140 было, иногда 150, и я чувствую, что все, приплыли, то есть я голодный, я уставший, я все остальное, на заднем сиденье автомобиля, кондиционер не работает, и вот, пожалуйста, хорошо у меня с собой было, что называется, да, что у нас с собой было? Можно было деньги с них брать, да, но на самом деле, пока особо предложить взамен нечего, то есть дифингендромин, если говорить о его непатентованном наименовании, но это очень долго, так вот, дифингендренат, прошу прощения, дифингендромин, это диметрон, его тоже можно, но его сейчас фиг найдешь, и это очень тяжелый препарат на самом деле, а вот дифингендренат, да, это родственник диметрола, но немножечко полегче, в том смысле, что да, он тоже работает по гистаминовым рецепторам, но при этом позволяет прервать вот эту реакцию, я немедленно таблетку прям во рту стал рассасывать, даже не запивая, она мерзкая, невероятная, при этом, но укачивание прошло почти сразу, то есть мы потом доехали, и не было как в фильме такси, если помните этот эпизод с генералом, а могло быть именно так, потому что вот все один в один было, да, можно использовать, причем, да, в том числе и детям, но с трехлетнего возраста, однако, здесь есть масса побочных эффектов, и это нужно учитывать, совместимо не со всеми препаратами, это нужно учитывать, среди побочек, ну, например, может быть, что интересно, и то, и то написано, либо бессонница, либо выраженная сонливость, ну, ладно, скажем, в самолете это, в общем, не страшно, и даже на пароходе, ладно, мы можем поспать, а вот если вы, скажем, за рулем, то, в общем, это неправильно, не совсем, есть и другие побочные эффекты, скажем, диаре путешественника, да, лекарственно индуцированное получается, я вообще долгое время думал, что это так и работает, то есть вы отвлекаетесь от мыслей, да, вас больше не укачивает, вас другие мысли занимают, но оказывается нет, оказывается у него есть и прямой эффект, в том числе, так что да, нужно изучить в обязательном порядке побочки, они действительно существенные, но пользоваться можно, да, опять же, ненадолго, это около 4 часов, ну, в очень хорошем стечении обстоятельств, может быть до 6, и все, а часто ее принимать тоже нельзя, регулярно, постоянно, длительными курсами тоже нельзя, поэтому, да, к сожалению, вот у нас нет каких-то четких, специализированных средств против укачивания, здесь еще одна важная вещь, если вы, например, страдаете какой-то патологией вестибулярной системы, то укачивание может происходить просто на ровном месте, это болезни Маньера, например, болезни прочие там, лабиринтиты и прочее, прочее, там куча всего, и если укачивание возникает на ровном месте, если вас начинают качать вообще с любой, просто с картинки, такое тоже бывает, посмотрели на картинку, вас укачало, тогда, скорее всего, нужно обратиться к специалистам по этой патологии, это будет некое ответвление от лоров и неврологов, то есть это вот туда, вместе они будут, вот и неврологи какие-нибудь этим делом будут заниматься, а что брать с собой в аптечку, я рассказывать не буду, по одной простой причине, я уже об этом рассказал, но ученый против мифов, медицинская ипостась, был целый специальный мастер-класс, можно его просто посмотреть, я там все разложил, разобрал, показал, назвал, и все остальное прочее, то есть самое главное, если очень коротко, первое, что вы берете, это все лекарства, которые вам положены, то есть вы пьете, например, регулярно какие-то препараты, вы их берете, если они рецептурные, вы идете к врачу, и берете рецепт на них, причем в некоторых странах, еще требует переведенный на местный язык, такое тоже, то есть это учитывайте, есть некоторые особенности, не все препараты, можно через границу, свободно перевозить, либо в обратную сторону, почитайте законодательство, которое касается тех препаратов, которые вы пьете, а то могут быть очень неприятные ситуации, было такое, да, когда знакомые попадались, скажем, на тромодоле, хотя вроде бы, он им был прописан, у них был рецепт, не спасло, в общем, очень длительные разборки были, по этому поводу, не посадили уже хорошо, а хотя могли, потому что препарат такой, далее, вы берете те средства, которые, ну скажем так, домашние, обычные, то есть это нечто жаропонижающее, из того, что вам помогает, антигистаминное, то же самое, желательно, что оно уже было проверенное, и так далее, то есть какие-то простейшие вещи, простейшие, и в основном, что вы с собой берете, это антисептики, средства для беззараживания воды, какие-то гидрогелевые повязки, перевязочный материал, на самом деле, то есть вот это вот все, средства против каких-то там насекомых, и прочее, и прочее. Опять же, это очень сильно зависит от той местности, куда вы направляетесь. Естественно, перед тем, как в эту местность направляться, вы, во-первых, изучаете информацию на странице посольства, например, там очень часто об этом пишут, что нужно, и на что нужно обратить внимание, Роспотребнадзор, сайт изучаете, то же самое делаете поиск по этой стране, потом смотрите, какие вакцины туда требуются, опять же, далеко не везде пускают без вакцин, иногда нужно сделать какие-то новые, ну скажем, от желтой лихорадки, если в Африку куда-нибудь, в определенные места, просто не пустят, без вариантов, не важно, вы антипрививочник, вы пропрививочник, не важно, не будут вообще интересоваться в вашей позиции, есть сертификат, пожалуйста, нету, идите куда-нибудь в другое место, что еще можно посмотреть, выяснить, да, ну, во-первых, все контакты, телефоны, необходимые, в том числе, может быть, у вас есть некий референтный медик, да, я говорил о том, что вчера, например, нужно было завести себе, помимо мастера по ноготочкам, что невероятно важно, кстати, тут я уже, да, понимаю эту ситуацию, автомеханика, специалиста по компьютерам, все остальное, заведите себе специалиста по вам, то есть врача, референтного, что называется, которому в случае чего вы сможете написать, спросить что-то, проконсультироваться, все остальное прочее, да, естественно, он должен быть не теоретиком, типа меня, он должен быть практикующим, да, то есть и желательно ориентироваться в той возможной патологии, все контакты необходимые, телефоны, все остальное, документы, прочее, прочее, вот это все мы с собой берем, ну, и пользуемся теми правилами, которые я сегодня озвучивал, потому что они простые на самом деле, очень простые, но они, как бы, кажутся, не знаю, может быть слегка занудными, что-то в этом роде, но тем не менее, здоровье, это вещь такая, она требует очень бережного отношения к себе, то есть сломать его очень легко, а вот восстановить потом очень сложно, потому что последствия отпуска могут сказываться потом очень-очень долго, ну, и напоследок стишок небольшой, это краткое содержание прочитанной лекции, сегодняшней, это очень важно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...